И вот решили поделиться таким случаем, наблюдением с применением как раз новых антиандрогенов второго поколения. Сегодня уже доказанный факт, что традиционная антидепривационная терапия не имеет преимуществ в качестве неодюванта перед радикальной простатектомией. Но анализируя один из последних обзоров больших, авторы делают вывод, что несмотря на отсутствие рандомизированных клинических исследований третьей фазы, объединенный анализ клинических исследований второй фазы, их сегодня уже очень много, показал неизменно лучшие онкологические результаты комбинированной неодювантной терапии на основе антиандрогена второго поколения. По сравнению с пациентами, которые прошли только через радикальную простатектомию. А также пациенты, у которых наблюдался глубокий патологический ответ на неодювантную терапию, имели лучший прогноз, что позволяет предположить, что неодювантная терапия с тщательной патологоанатомической и молекулярной оценкой может помочь нам выявить тех пациентов с биологически и клинически агрессивным заболеванием, которые требуют дополнительного усиленного лечения. Опять же повторюсь, это касается наблюдений рандомизированных клинических исследований второй фазы, их сегодня уже довольно много. На основании этого мы в своей практике попробовали использовать антиандрогены второго поколения у молодого пациента, который обратился в наш Светловский областной онкодиспансер в начале 2022 года с исходным ПСА 18 и 46 нг на мл. При трансректальном ультразвуковом исследовании объем 53 кубических сантиметра опухоль простаты выглядела с поражением периферической центральной зоны с выходом за капсулу с инвазией семенных пузырьков. По данным остеосинтиграфии метастатического поражения скелета не выявлено. Мультипараметрическое МРТ малого таза говорило нам, что это опухоль простаты в стадии Т3Б. Лимфоаденопатия подвздошных лимфоузлов до 15 мм выявлена. Ну и в онкодиспансерии выполнена стандартная трансректальная биопсия. Получено аденокарцин, правда из шести вколов, но видите от 40 до 100% столбика поражено. Глиссен 9,4 плюс 5. Клиническая стадия Т3БН1М0. Четвертая стадия заболевания. Пациенту консилиумом в онкодиспансерии была назначена гормональная терапия. Назначена 29 июня 2022 года. В режиме энзолутамид и газорелин. Далее, через полгода практически пациенту проведено два исследования МРТ. В январе 2023 года и в апреле 2023 года. Получено в сравнении с предыдущим изначальным исследованием положительная динамика. Уменьшение размеров простаты, уменьшение размеров образования, уменьшение участков ограничения диффузии в образовании, вероятнее фиброзные изменения на фоне проводимой терапии. Ну и с явной положительной динамикой. В апреле 2023 года, по данным МРТ, простата объемом уже всего 17, была 53. Значит, в апреле, это меньше, чем через год после начала комбинированной гормональной терапии, объем простаты 17 миллилитров. Ну вот здесь 39 было, но вот я посмотрел, по данным УЗИ была 53. В настоящее время, на то время нечетко визуализируется неоднородный очаг в правой периферической зоне. Ранее очаг был и в правой, и в левой зоне. И инфильтрация семенных пузырьков отсутствует. Контуры простаты ровные, четкие, значительное уменьшение размеров опухоли и размеров простаты. Ну и динамика ПСА, вы видите, через 4 месяца 6 сотых, затем 1 сотая. И уже вот начиная с апреля 2023 года ПСА менее 0,8 до настоящего времени при кастрационном уровне тестостерона. Значит, нами принято было совместно с пациентом решение о выполнении роботосистированной радикальной простаты ктомии с тазовой лимфодиссекцией. Но надо сказать, что у пациента было еще затрудненное мочеиспускание, поэтому вот оценивая и клиническую картину, была принята тактика выполнения радикальной простаты ктомии. По гистологическое заключение, не дифференцированная данная карцинома, также глисон 9,4 плюс 5, с инвазией в псевдокапсулы, семенные пузырьки, переневральный перевозальный рост. И в одном из внутренних подвздошных лимфоузлов слева был диагностирован лимфоузел, метастатический лимфоузел. Далее в адювантном режиме пациенту проведена лучевая терапия на ложе простаты и на зону лимфоузлов. С октября по декабрь 2023 года должен сказать, что ПСА на протяжении всего этого времени у него находилась на уровне 0,8 тысячных. Значит, ну и вот в 2024 году, в этом году уже в МРТ, от 2024 года, 16 января, выявило появление очага в левой вертолужной впадине. Однако больше соответствует зоне отёка, возможно, проявление дистрофических изменений. Данных за вторичный очаг тоже не выявлено. Компьютерная томография брюшной полости тоже без особенностей. У пациента в ноябре, это спустя полгода после операции, в ноябре 2023 года появилось небольшое уплотнение в виде горошины, размером с горошину до 1 см в зоне ассистентского тракара 5-мм в подкожной клетчатке. После января образование несколько увеличилось, до 1,5-2 см, и в апреле этого года пациенту в онкодиспансере выполнена пункционная биопсия. Амбулаторно этого образования выявлено метастаз в подкожной жировой клетчатке аденокарциномы предстоятельной железы. В апреле была биопсия, и в течение 2-х месяцев, ну 1,5-2 месяцев, очаг после биопсии 1,5 см вырос до 4 см. То есть такой стремительный рост, у пациента появились выраженные боли в подвздошной области, и нами было принято решение выполнить пациенту, вот так выглядело образование, уже до 4 см по данному УЗИ, и буквально вот совсем недавно, в июне, в начале июня мы выполнили ему иссечение метастаза с окружающими тканями. Гистологически была подтверждена солидная опухоль аденокарцинома, схожая по структуре с основным очагом. После операционный период без осложнений гистологическое исследование показало тоже, что у пациента вокруг опухоли нет, скажем, отсевов, то есть отрицательный хирургический край, боли у пациента прошли, ну и ПСА у него также сохраняется на уровне менее 8-тысячных. Ну и, соответственно, мы решили отправить это опухольное исследование на соматические герминальные мутации для возможности в последующем проведения уже следующей линии терапии, если понадобится. Вот такой клинический случай. Это второй случай у нас использования энзолутамида перед радикальной простатой эктомии. Второй случай тоже наблюдения уже 3 года, тоже с хорошим положительным эффектом пациента. Спасибо большое. Интересный случай и в отношении эффективности комбинации, и редкий случай метастазирования в области, как я понимаю, состояния одного из тракаров. Да, в тракаре, да, 5-миллиметровый тракар, как раз истинский. Александр Владимирович, позвольте, у меня два вопроса. Первый – это все-таки заключение получили о наличии данной карциномы, но совершенно нет ответа о наличии лекарственного патоморфоза и вообще насколько корректно оценивать индекс Глиссона после проведенной комбинированной гормональной терапии неодиуантно. И второе – следует ли нам рассматривать такого, в принципе, пациента, как пациента с прогрессией заболевания, и, соответственно, обсуждать его варианты лечения. А еще бы я задал третий вопрос Петру Владиславовичу, его жалко нет, а стал бы он этого пациента лечить радиотерапевтически после полученного результата лекарственной терапии. Вопросов действительно много, потому что такая опция пока, по сути дела, экспериментальная. Клинические исследования только еще проводятся, пока только второй фазы. Гистологическое заключение, которое я представил, это то заключение, которое мы получили из лаборатории. По поводу патоморфоза у нас тоже был вопрос, был ли патоморфоз. Кстати, вот при получении исследования по метастазу, там про патоморфоз тоже ни слова не было сказано. Я буквально два дня назад получил это исследование. Там тоже ни слова нет о патоморфозе. Меня несколько не то что смущает, но вызывает вопрос, низкий уровень ПСА, 0,8 тысячных, на фоне прогрессии вот этого метастаза в подкожной жировой клетчатке. Как это расценить, я пока, честно говоря, не знаю. Еще вопрос, Александр Владимирович. Интересное наблюдение. В связи с тем, что вот такая довольно агрессивная опухоль, Вы не задумывались о том, чтобы продолжить в адюванном режиме гормональное лечение? По аналогии с лучевым методом, если его основным считать. Нет, пациент продолжает. А, он сейчас продолжает. То есть речь только о адюванте была. Нет, он продолжает гормональную терапию. И на фоне гормональной терапии у него ПСА, вот, 0,08. Мы решили это отправить на мутации генов, посмотреть сейчас у этого пациента. Все-таки молодой мужчина. Вот, может быть, и что-то сменим тактику. Спасибо большое.